Невинномыска Михаил Мининков предложил инновационный метод решения демографической проблемы в России. Он заключается в том, чтобы мужчины, цитирую, подкрадывались к женщинам и таким образом увеличивали рождаемость. Задача российских женщин, по мнению чиновника, цитирую, тупо рожать. Ведь в 117-тысячном городе рождается всего 700 детей в год. Почему бы нет невинномыска взять сегодня вечером? Своей любимой подкраться и ровно через 9 месяцев, под конец 24-го года родить не 700 человек, а 10 тысяч. 10 тысяч. Семей, пар что-то должны сделать сегодня, завтра вечером. Креатив российских чиновников объясняется приказом Кремля обеспечить повышение рождаемости в стране. Путин объявил 2024 годом семьи и пояснился отечественникам, что главное предназначение семьи в России – рождение детей, а многодетные ячейки общества являются опорой страны. Своей же задачей Путин, очевидно, считает организацию массового убийства россиян на войне против Украины. Для беспокойства у Москвы есть серьезные причины. По данным Росстата, за январь-октябрь 2023 года число родившихся детей в Федерации снизилось почти на 32,5 тысячи, до 1 миллиона человек. Это самый низкий показатель с 2000 года. Предыдущий минимум рождаемости в России Росстат фиксировал в 1999 году. 1 миллион 215 тысяч детей. Однако тогда в статистику не включали данные по Чечне, аннексированному в 2014 году Крыму. Если исключить Крым и Чечню для сопоставимости статистики, то в РФ в прошлом году появились на свет 1 миллион 213 тысяч детей. А это значит, что дно 1990-х по уровню рождаемости было пробито. Для той же территории число рождений детей – антирекорд с рубежа 18-19 веков. Алексей Ракша, демограф. В интервью изданию The Moscow Times. После начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за огромных потерь российской армии, а это в основном мужчины фертильного возраста, мобилизации, рекордной эмиграции и резкого ухудшения экономической ситуации, демографический кризис в России усугубился. Исследователи медицинского журнала Lancet сообщают, что в 2022 году федерации избыточная смертность составила более миллиона человек. В ООН же отмечают, что за 27 лет население России сократилось на 4 миллиона человек. Окупация территории Украины может быть попыткой увеличить демографический потенциал России, отмечает Financial Times. Похищение тысяч украинских детей тоже является частью этой стратегии. Но все решения Кремля и война России против Украины и пропаганда отказа от абортов провальны и неэффективны, говорят эксперты. Пандемия COVID-19 и специальная военная операция создали фон чрезвычайной неопределенности относительно будущего. Милитаризация жизни в России также не побуждает людей пополнять семьи. Мы видим феномен, с которым Россия сталкивалась много раз. Волна за волной войн и репрессий, которые истощают человеческие ресурсы. Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги «За международный мир» в интервью изданию Financial Times. Авторитарные и тоталитарные государства всегда стремятся контролировать личную жизнь граждан. Преследование представителей ЛГБТ-сообщества в России тому подтверждение. Ранее Верховный суд Федерации объявил экстремистским и запретил несуществующее международное движение ЛГБТ. Теперь полиция начала вызывать на опросы транслюдей. О нескольких таких случаях сообщили правозащитники. В полицию граждан требуют предоставить справки о смене гендерного маркера. Кроме того, как сообщает один из посетивших такой опрос, полицейские угрожают обязать человека пройти обратный переход через суд, если справку признают недействительной. Юлия Грановская для телеканала Freedom.